Мы приступили к программе второго ворбшопа «Место силы», который состоится в 8 ноября. Этот проект объединяет всех, кому интересна практика самопознания, раскрытия своего внутреннего потенциала и самосовершенствования. Организаторы уверены, в прифронтовом городе как никогда важно психическое здоровье, поэтому приглашают переселенцев, демобилизованных и членов их семей принять участие в ворбшоп абсолютно бесплатно. Сегодня к нам пришли Ирина Дарси, исполнительный директор Академии развития «Сотвори себя сам», Алла Мутилика, председатель оргкомитета «Практикума «Место силы» и Ирина Бронникова, члена оргкомитета «Практикума «Место силы». Итак, девушка, кто из вас начнёт? Я начну. Добрый день, господа. Рада вас приветствовать на этом мероприятии. Ворбшоп «Место силы» проходит второй раз в Харькове. Как мы и замечали в прошлый раз, Харьков выбран неспроста. Это действительно «Место силы». И основная цель нашего форума в одно время, в одном месте сделать территорию позитива, экологии мысли. Вот чем отличается ворбшоп от других мероприятий. Мы хотим в одно время, в одном месте собрать специалистов разного уровня, от психологов до народных целителей. Мы хотим дать возможность, будем поговорить о себе, о своих проблемах, здесь же получить консультацию. Еще одна из наших новинок – это сделать «Место силы» действительным местом силы, где люди могут обниниваться знаниями, опытом, навыком, где специалисты разного уровня могут прийти и получить какой-то новый навык и использовать его в своём бизнесе, на своих консультациях. Традиционно «Место силы» будет проходить в трёх направлениях. Это финансы, бизнес, лидерство. Второе направление – это любого отношения. И третье направление – это физическое, духовное, психологическое развитие людей. Впервые в этот раз мы предлагаем ещё четвёртое направление – это трансинформационные игры. Это новое направление психологии, которое позволяет нам в простой игре получить информацию о себе, раскрыть свои возможности, таланты, получить что-то новое для себя, либо решить эти вопросы. Параллельно будет работать выставка, где можно будет приобрести и украшения, и книги, получить консультацию специалистов. Хотела бы обратить внимание, в этот раз мы пригласили наш форкшоп, приехали поддержать наши друзья и коллеги из Киева. И к нам едет Александр Иванов, это коуч, бизнес-тренер, специалист в сфере физиогномики, и он будет поднимать такую тему, как физиогномика и бизнес. То есть как по лицам прочитать своего оппонента и понимать, а кто на самом деле перед тобой. Едет Игорь Адашевский с тренингом «Ошебный пендель», для того, чтобы понять, что для каждого из нас будет тем «Ошебным пендельом», чтобы мы начали развиваться. У нас будет, едет Ирина Малышева, это кризисный психолог, она затронет тену правильного питания, и вообще как питание можно сделать себя успешным и здоровым человеком. Едет Валентина Победова, это биоэнергетик, терапевт. Она будет разговаривать о камнях, о кристаллах, как обыкновенным украшением или аксессуаром. Можно просто изменить всю свою жизнь и притянуть славу, богатство, успех и скорректировать свое здоровье. У нас будут наши харьковские тренеры. Татьяна Балана, она расскажет об удивительном, о том, как эриксиновский гипноз, что такое эриксиновский гипноз и как с его помощью можно сделать быть успешным, как в бизнесе, так и в личной жизни. Янина Дыркач будет нам рассказывать. В этот раз мы зовем людей, которые не только работают в традиционной психологии. Мы бы хотели рассказать о древних знаниях наших славян, наших предков. Она нам расскажет о магии рун, рунических знаках и как это можно использовать. Оксана Яровая, это ритмопластика. Человек нам расскажет о теле. Человек, который в Сирии преподавал восточные танцы. Бесподобная девочка, которая расскажет просто, как жить в дружице своим телом. Елена Долгополова затронет тему рода. Как мы с ним связаны, как с этим можно жить и процветать за счет рода. Лариса Магирская, которая тоже финансовая, связанная с родом. Сколько мы успешны, почему? Есть ли успех и деньги в нашем роду, или они где-то там в дороге потерялись, и как их, собственно говоря, вернут. У нас будет очень насыщенная, интересная, яркая программа. Она будет интересна для всех. Мы приглашаем харьковчан, мы приглашаем гостей города. Традиционно мы выделяем свои билеты для людей, участников зон, матерей участников зон АТО, самих участниц, если есть желающие мальчики и девочки прийти на это мероприятие. Мы поддерживаем благотворительные фонды. Мы поддерживаем центр Оксаны Трушек. Это дети-аутисты. Мы предлагаем для родителей, чтобы они имели возможность разгрузиться. Алена Еремина с ее благотворительным фондом. Мы тоже их приглашаем традиционно на эти мероприятия, внося таким образом свою лепту, чтобы этот фестиваль был нужен тем, кому он нужен. Но если что-то забыла, я думаю, Алла поддержит, продолжит меня. Действительно, Ирина рассказала практически все. Я только дополню немного. Я остановлюсь на некоторых ключевых моментах. Первый ключевый момент, о котором нас очень часто спрашивают, почему воркшоп, когда вокруг так много фестивалей, фестиваль такой, фестиваль другой, фестиваль это прекрасно. Это замечательные тасовки, которые создают действительно очень позитивные пространства, которые особенно сейчас очень нужны. Чем от них отличается воркшоп? Это практикум, это настрой на работу. Воркшоп немножко непривычное для нас слово, хотя достаточно распространенное. И оно в себя включает сразу очень многое. Это и мастерские, это симпозиум съезда ученых, например, тоже называется воркшоп. И у нас на воркшопе это практическая работа. Те, кто на него приходят, это общение и взаимодействие между мастерами, которые приезжают, между спикерами, потому что они, сами являясь проводниками того или иного метода, они обмениваются точно так же знаниями, своими инструментами, имеют возможность подчеркнуть что-то новое. Воркшоп развивается, то есть это второй воркшоп. Какие изменения произошли по сравнению с первым, они, в общем-то, уже очевидны. Стала шире география, об этом говорила Ира, то есть к нам едут не только участники, другие коротковные тренеры. Изменилась у нас, дополняются новые зоны, как территория трансформации, это возможность с помощью психологических трансформационных игр найти свои ответы, свои собственные вопросы, очень интересное течение, которое сейчас развивается в психологии. Чем еще расширился наш воркшоп? У нас появилось больше таких бизнес-практик, потому что, например, физиогномика Александра Иванова и Адашевский, и Игорь, они дают, это бизнес-тренеры, то есть они не работают с историческими или духовными практиками. Это хорошие, причем замечательные бизнес-тренеры, которые дают методики очень простые, очень понятные и очень действенные, которые помогают практически в совершенно обычных материальных вещах, то есть продажа переговоров, умение прочитать по лицу человека, умение понять собеседник, с кем ты разговариваешь. Мотивационные вещи, которые дает Игорь Адашевский, это все чисто бизнес-тренинг. Ну, любой бизнес-тренинг можно использовать в личной жизни. Если ты читаешь по лицу бизнеса, ты будешь читать тоже на так же по лицу и собеседника любого. И новое, что добавилось, это вот мы хотели, мы делаем еще территорию для профессионала. У нас будут отдельные мастер-классы для того, чтобы специалисты повышали свою квалификацию. Это специалисты-психологи? Психологи, эзотерики, руководители духовной школы, практик. Мы выделяем именно время для того, чтобы люди могли узнать что-то, то, что для узкого специалиста, то, что простому человеку, ну, или трудно будет понять, или им просто не нужно. Ну, например, вот у нас Ольга Дыченко, наш очень известный харьковский тренер-психолог будет давать мастер-класс профи именно для тренеров. Она учит своему методу работы и позиционирует его как метод, не перечеркивающий, не заменяющий практику и методы других профессионалов, а дополняющий его. Точно так же есть и другие профи-классы именно для тренеров, для спиреров, для тех, кто работает с людьми, потому что у нас есть в нашей работе свои особенности, как экология консультирования, новые методы, которые позволяют нам больше раскрывать наши собственные, как особые методы работы, то есть своя специфика профессиональная. Вот, и это мы вводим тоже, чтобы это было полезно не только широким кругам, но и таким вот узконаправленным специалистам, которые являются спикерами и тренерами нашего мероприятия. И, конечно, социальное значение мы оставляем на том же уровне, потому что считаем, что по-прежнему обстановка в городе достаточно напряженная, и ввиду того, что недалеко от нас уже не такие активные военные действия, но тем не менее обстановка напряжена, и этот вопрос еще не разрешен, и это продолжает служить очагом возбуждения психологического для людей очень сильно. А мы город, который принимает на себя очень сильный удар. Вот, и то количество людей, которые к нам приехали, которые были вынуждены просто какими-то свои места привычные, привычные для них, да, свои дома, это, конечно, большая трагедия для них, и они просто в состоянии антистресса находятся, и это еще больше усугубляет все, что у нас происходит в городе. А такие вещи, подобные нашему воркшопу, подобные фестивалям, которые у нас сейчас проводятся тоже в большом количестве, они, в общем-то, служат тому, чтобы психологическая обстановка нормализовалась. Ирина, есть что-то подразумевает? Да, я вот хотела представить Ирину, это неделю, ровно неделю назад мы встретились с Ириной на конференции «Топ 100 бизнеса», где я представляла наш проект, и во время бизнес-ужина Ирина подошла ко мне и выразила желание поддержать наш фестиваль. Ирина Дарси, исполнительный директор Академии развития, сделай себя сам. Ну, во-первых, очень благодарна вам, Ирина. Я была побуждена, что не бывает случайных встреч. Наверное, эта встреча наша у нас запрограммирована, где-то, наверное, выше. Я психолог, я эксперт по саморазвитию. Я представляю Академию развития «Сотвори себя сам». Я изъявила действительно это желание поддержать этот воркшоп вместо силы, потому что я была побеждена, что мы рождаемся все с даром, с даром силы. И так же устроено, что какие-то кризисы, катаклизмы нам забываем об этой силе. И у меня возникло глубокое желание поддержать этот воркшоп вместо силы, потому что оно созвучно с моим пониманием жизни, с пониманием... Вообще, как бы для меня Ирина сильный человек. По большому счету, я пошла на Ирину, потому что для меня это мероприятие... То есть я не была на первом воркшопе. Я рада, что в городе такие мероприятия происходят. Я понимаю, что кризис — это страшно, это тяжело, но я глубоко убеждена, что кризис — это точка роста. И мне очень приятно находиться в вашем пространстве силы, рядом таких красивых женщин, специалистов, психологов, тренеров, потому что все мы учимся, продолжаем учиться. Несмотря на свой профессиональный опыт, я не закрыта от новых знаний. И более того, что я являюсь спонсором этого проекта, но я имею намерение прослужить ваши тренинги. Обязательно. Обязательно. Вы можете перейти к вопросу. Вы не услышали? Конечно, есть. Зачем же я с вами расскажу? Ну, во-первых, вопрос первый. Я услышал мельком слово «билет». Правильно ли я понимаю, что участие в этом мероприятии лапше? Да. Но при этом, как вы заявили, для целых категорий отдельных людей это будет бесплатно. Так вот, для тех, для кого платно, можете ли вы озвучить стоимость участия в этих практиках и что в эту стоимость входит? Можем, конечно. На данный момент стоимость участия за весь день, и за возможность участвовать во всех любых на выборах, семинарах, мастер-классах, психологических играх на весь день с 10 до 19 стоимость билета 250 гривен. Ну, мы, я думаю, можем сделать кодовое слово в кризисный центр, и люди, которые обратятся к нам, придя на воркшоп, прямо на мероприятие, и скажут «кризисный центр». Мы предлагаем стоимость билета по 180 гривен для того, чтобы внести свою лепту для тех, кто с вами читает вас, слушает вас. Для тех, кто не входит в годную категорию, которую мы предоставляем, бесплатный проход, но которые очень хотят попасть на мероприятие и получить там свои знания и ответы на свои вопросы. Вот это было такое маленькое уточнение. Собственно, вопрос. Вот вы свели в этот раз два таких, в общем-то, отдельных направления бизнес-тренинги и, сложно подобрать точную формулировку, духовные практики. Насколько это... Духовные, эстетические, совместимые? Совместимые. Насколько совместятся люди, пришедшие на два разных концептуальных направления? Абсолютно совместятся, потому что, прежде всего, только лидеры, только руководители сейчас настоящие, они занимаются саморазвитием. То есть этот бизнес выживает, если руководитель знает и понимает, как управлять бизнесом, как управлять персоналом. Прежде всего, как управлять собой. А для того, чтобы знать, как управлять другими, нужно научиться управлять собой. И именно люди бизнеса сюда приходят, потому что им это интересно. А соединить несоединимое легко. Почему не использовать эрексоновский гипноз в понимании бизнеса, себя и людей? Почему не использовать волшебный пиндель для саморазвития, как в бизнесе, и так в личной жизни? Это условности. Нужно стирать эти грани. И тогда будет легко и понятно. Тогда люди перестанут бояться. Простите, а вы всерьез считаете, что человек, личность, руководитель придет, чтобы его научили каким-то внутренним практикам? Почему? Потому что сильная личность с твердым внутренним стержнем будет искать гипнотизера, который сможет им командовать помимо его воли. А вы приходите и узнаете. Это же у нас условности, это наше представление. О, эрексоновский гипноз! Да мы и представления не знаем, не знаем, что такое эрексоновский гипноз. Вы понимаете, что эрексоновский гипноз это ключевым образом построенная фраза. Это тоже эрексоновский гипноз. Почему его не использовать? Это же не значит, что мы будем сидеть и влиять. О, ты загипнотизировал! Не, я могу добавить? Да. Но я не буду. Мне очень понравился ваш вопрос и ответ у меня как бы год сразу как будто прямо уже на устах. А вы знаете, сейчас я очень много сталкиваюсь с клиентами, так как я провожу, тренинги, семинары, очень много встречаюсь в принципе в жизни с людьми. И сейчас это не секрет, что любой бизнес – это система. Когда человек выстраивает бизнес, он выстраивает семейную систему. И очень часто, очень часто, но я не буду так голословно, что всегда, в принципе всегда. Семейная система повторяет бизнес-систему. И если у человека проблемы в своей семейной системе, ему очень сложно выстроить бизнес. И сейчас уже бизнесмены нового поколения. Когда я прихожу на эти тренинги, на семинары, на эти фестивали, на встречи, я вижу бизнесменов, сейчас я не буду делать рекламу нашим бизнесменам молодым, но я была поражена, покорена тем молодым, 32-летним парнем, который держит классный бизнес, открытый бизнес, который открыт и у которого все хорошо. И по человеку видно, что у него, в его системе, где есть мама и папа, у него все хорошо. И поэтому я считаю, что бизнесмены должны играть ключевую скрипку, они должны спонсировать такие проекты, потому что это во благо бизнеса, во благо города и во благо страны. Это, кстати, отберем бизнесменов просто, ну просто сердечное приглашение. Можно я еще дополню? Не обязательно у нас присутствует, у нас очень много присутствует людей, которые не являются бизнесменами как управителями большой корпорации, большой компанией, но многие имеют из них свой бизнес, который небольшой, который, ну каждый сам себе директор. И поэтому он берет из управляющих, из бизнес-тренингов бизнес-навыки, навыки общения с людьми, навыки переговоров. И в то же время люди, которые занимаются не только бизнесменами, не только управленцами, но и просто люди, которые интересуются своим здоровьем, правильным питанием, нормализацией своего веса. А эти все вещи у нас есть в этой программе воркшопа. Просто обычными человеческими вещами, как наладить отношения с мамой, с любимыми, с детьми. Они простые люди, они не только бизнесмены. И поэтому они могут прийти и на бизнес-тренинг, а могут прийти не на бизнес-тренинг, а на тренинг, который повышает их жизненные качества. А как им разорваться один день с 10 до 19? Но они выберут то, что им более интересно. Не все же, да, иногда, так как бывает, смотришь на программу, думаешь, прямо вот везде бы пошел, если бы мог разорваться, на сотню маленьких выбежал. Не надо разорваться, все равно у человека всегда есть приоритеты. У человека в текущий момент времени всегда есть какой-то самый злободневный вопрос. Это либо здоровье, либо отношения, либо деньги. Хотя, когда приходят на консультацию, говорят «всю». И то, и другое, и третье. Сразу мне расскажите. Но когда начинаешь спрашивать и выяснять все-таки, что важнее, всегда находится один более важный вопрос. И всегда человек находит в себе свой приоритет, он его выстраивает в свою систему и приходит по приоритетам. Вот это для меня важнее, значит, в первую очередь я туда пойду, а дальше уже что останется? Опять же, есть такие вещи, как те же самые психологические игры, которые игра одна и та же, в нее играют одновременно много человек, но каждый пришел со своим запросом собственным и этот запрос может касаться абсолютно любой сферы жизни. И человек будет тут моментально сразу начинать получать ответы. Ну, кстати, вчера и игра. Я боюсь, вы немножко так это... Это не на 2 часа. Ну, не играю. 4 часа. 4 часа. 4 часа. На полный формат. Только 4 игры поставили. Это только чтобы очертить. Я просто когда-то работал с командой из Чедровинского, я немножко понимаю, что такое... Ну, по крайней мере, это хотя бы что-то заложить и получить какие-то... 4 часа. Ну, если за 4 часа игры... Только сценарий можно сформировать. Игры есть очень разные. Игры есть очень разные. За 4 часа игры можно получить ответ на тот запрос, с которым ты в эту игру пришел. За 4 часа. Вы знаете, вот Ирина приходила... Не дам. Мы вчера с ней проводили игру эту. Она приходила, она сыграла в нее за полчаса. Ну, реально, за полчаса. За 4 шага. За 4 шага. И в этих 4 шагах она получила ответы на все свои вопросы. Она сидела... Она первый раз стала кул с трансинформационными играми. Она сидела совершенно пораженная. А можно написать, что это за игры? Мы в ходилке в детские играли. Давайте кубик бросаем и ходим. Где-то поднялись, где-то опустились. Но при этом еще специалист, который ведет вас, он использует какой-то конкретный инструмент для того, чтобы расшифровать тебе, а что твой ход обозначает. И он настолько может ошеломить и выбить, но это реально, ты полно чешаешь, либо по шаговой инструкции в ведении своего бизнеса, либо по шаговой ответы, а почему со мной это происходит. Очень, очень сильные вещи. Тем более, едут хорошие, зачиняема Света Киевская, Киевский специалист. Она вот вроде бы империя магов, но я знаю, что это бомбическая игра. Я как тренер езжу по многим фестивалям, я никак не могу попасть на эту игру магов, чтобы просто позволить себе сесть и поиграть в нее, как обычный человек. Но что будет у нас в субботу, милости прошу, валят одна из лучей, там с информационной фигурой? Игры есть разные по качеству. Есть, скажем так, условно говоря, системные игры, которые дают системные ответы. Например, там, Лила игра «Самопознание», которую я веду на воркшопе, она дает ответы системные, опять же, она дает их по тем полям, на которые человек попадает, и она получает непосредственно свои ответы, непосредственно по своему запросу, но они имеют отношение, вообще, там, их можно расшифровывать и глобально, и конкретно, в зависимости от хода игры. Есть игры, например, ресурсные, игра «Детские дворики», которую ведет у нас Наталья Чукина, она про детство, про те свои собственные ресурсы, которые мы в детстве забыли. Мы в детстве, если были маленькие, талантливые, из нас всякие таланты и возможности и одаренность била ключом, но в процессе жизни ни для кого не секрет, что многие эти вещи закрываются для человека, а их надо открыть, это его собственный ресурс, это неоткуда-то, принесенный извне. И вот эта игра, она, например, про ресурс, который мы потеряли в детстве, который позволяет нам вот это вот взять и раскрыть из себя свое собственное, а не не чужое. Точно так же «Империя магов», которую Света Зачиняева ведет, это игра про отношения, это игра про мир, это игра про то, как ты взаимодействуешь с этим миром, как ты управляешь своим собственным миром, насколько ты в своей жизни можешь проявиться и взять ее в руки и что-то с ней делать. Есть игра «Долина хранительница женской души» Ирины Полковниченко, тоже прекрасный мастер. Кстати, Ирина и Наталья Чукина, они к нам переехали из Луганска, там очень сильная школа психологов-агротехников. Вот, у нее игра такая очень женская, которая дает женщинам ответы на их очень-очень важные вопросы и они тоже касаются абсолютно разных сфер жизни. Для кого-то бизнес, для кого-то личные отношения, для кого-то дети, для кого-то вопросы с самоопределением, предназначением, еще какие-то такие вещи. Вот она, она в этой игре и такие вещи помогают раскрывать. И есть еще другие игры, но у нас не фестиваль игр. Вот у нас все-таки воркшоп, поэтому мы ограничились четырьмя играми, и так нашим участникам уже трудно достаточно с ними определиться, и хочется и туда, и туда. Некоторые просят запишите меня сразу на две. И у меня еще такой вопрос, как могут бесплатно пройти вот эти вот категории граждан, демобилизованных, переселенцы, не должны показать какой-то документ, или больше, как это, или пресса, или... Ну, обычно мы контактируем с фондами. Фонды, с центром переселения они обычно предоставляют, они распространяют информацию там. Наши тренеры, в том числе наши, наши коллеги, которые являются организаторами воркшопа, они работают с переселенцами, они делали объявления, и желающие подходили. Мы выделяем на 50 билетов, вот, и они могут обратиться к Оксану Васильеву, на Харьков-станции, это организация, которая занимается переселенцами, они могут обратиться к ней, либо через этот центр просто найти Оксану Васильеву, она там читает эти тренинги для переселенцев, и получить у нее билеты. Либо напрямую обращались непосредственно к нам. Мой номер телефона 066-404-3548, мне можно позвонить в любое время, сказать, что увидели пресс-конференцию, являетесь в данной категории львотной, я скажу, как подъехать и получить свой билет. Хорошо. Спасибо вам большое. Мы, если больше вопросов не благодарим вам за то, что пришли. Большое спасибо. Большое спасибо.